МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу всех вас сердечно приветствовать. Вот уже 25 лет минуло с того времени, когда основные религиозные объединения нашей страны приняли решение создать Межрелигиозный Совет России. Организацию, которая помогает поддерживать диалог, ну и представлять интересы верующих и перед государством, и перед обществом. Должен сказать, что за эти 25 лет ничто не обращало наших отношений. Это такой удивительный факт, когда никем не понуждаемые, совершенно в свободной обстановке мы находили возможность едиными устами, единым сердцем осмыслять те проблемы, с которыми сталкивалась страна, общество, ну и религиозные организации, вырабатывать совместные решения. Ну вот 25 лет действительно прошло с тех пор, когда была создана наша организация. Но если вспоминать то время, то ведь это было достаточно неспокойное время и не самое простое. И различные силы пытались посеять рознь в российском обществе, внести раскол по религиозному национальному признаку, используя в том числе и квазирелигиозный радикализм, и квазирелигиозную мотивацию. И однако во многом именно благодаря взаимопониманию религиозных лидеров удалось избежать поляризации в обществе и лишить всякой перспективы те радикальные течения, которые стали возникать и которые, конечно, претендовали владеть умами и сердцами, по крайней мере, значительной части наших верующих. Можно долго перечислять предпринятые за прошедшее время инициативы и заявлениями Межрелигиозного Совета России, но я бы хотел обратить внимание не на их количество, а на результаты, которые стали особенно очевидными вот сейчас в наше время. И здесь у нас с вами есть немало поводов для удовлетворения. Так учрежденный по инициативе Межрелигиозного Совета России День Народного Единства стал признаваемым и одобряемым большинством наших соотечественников. Мы были инициаторами. Это реальный вклад. Причем в такую очень важную сферу общественной жизни, потому что с праздниками всегда связаны какие-то размышления о жизни страны. Праздник всегда является поводом для консолидации людей, объединения их вокруг общих идеалов. Поэтому считаю, что это был значительный вклад нашего Совета. Вот террористические акты, с которыми столкнулось наше общество, ведь они были направлены на то, чтобы разделить наш народ. А получилось так, что укрепили народ и стали фактором, содействующим еще большего единства наших верующих, в том числе в борьбе с этим злом. Еще о чем-то хотел бы сказать. Вот сообща, поддержав закрепленные в Конституции нашего Отечества «Слово Бог», мы, религиозные лидеры России, открыли перспективы для утверждения традиционных ценностей в государственной политике. Пользуясь возможностью, от всего сердца благодарю вас, дорогие братья, за проявленные в минувшие годы единство желания вместе трудиться для достижения общих целей на площадке Межрелигиозного Совета России. Тем не менее, в последние годы мы столкнулись с новыми испытаниями. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на нашу жизнь. Немало людей стали жертвами этой эпидемии. Мы были вынуждены принимать сложные решения ограничивать доступ к верующих в рамах в период обострения инфекции. Несмотря на известные трудности, духовенству традиционных религий удалось найти новые формы духовного попечения верующих в условиях изоляции и в инфекционных отделениях больниц. Беспрецедентных масштабов достигло добровольческое движение, члены которого помогали наиболее уязвимым в это сложное время. События в мировой политике привели к обострению военных конфликтов, связанных со стремлением некоторых государств к доминированию. Всем это хорошо известно. Эта тема представляется в наших средствах массовой информации. Но в связи с этим я бы хотел сказать о том, что результатом вот этих попыток явилось в частности вооруженное противостояние на Украине и на Святой Земле. Не обошли и нас эти проблемы. Особой, конечно, болью в сердце отзывается трагическая ситуация на Украине. Российские воины сегодня сражаются, в том числе за наше право свободно исповедовать свою веру. И воплощать в жизни веками, сохраняемые нашими народами, традиции. Мы видим, какие изменения сейчас происходят в украинском законодательстве. Отмечу, вопреки воле большинства украинцев. Эти изменения находят свое место в попытках запрета канонической церкви, а также предложений по легализации к так называемых однополых союзов, проституции, наркотиков. Очевидно, что все это направлено на окончательное разрушение традиционного общества и входит в противоречия с позицией традиционных религий, в том числе присутствующих на Украине. Наши недруги не останавливаются перед попытками разжигания конфликтов на этнической и религиозной почве. Вот недавние беспорядки в Дагестане стали явным тому подтверждением. Все религиозные лидеры страны однозначно осудили эти противоправные действия, инспирированные экстремистами на фоне обострения Палестино-израильского противостояния. Иерусалим был и остается священным городом для христиан, мусульман и иудеев. Святая Земля – это место, где происходили главные события в отношении между Богом и человеком. Наша страна исторически тесно связана с Ближневосточным регионом и населяющим его народами. Вспыхнувший там вновь вооруженный конфликт не может не влиять на наши общины. Верующие в Россию близко к сердцу воспринимают кровопролитие и гибель мирного населения с обеих сторон и категорически не приемлют террористических методов противостояния в этой войне. Наша позиция, направленная на защиту традиционных ценностей, на право народов, на самобытность, находит понимание и поддержку во многих странах мира, особенно в тех, которые не относятся к так называемому, в кавычках, коллективному Западу. И потому мы сегодня призываемся к тому, чтобы продолжать развивать межрелигиозные взаимодействия, в том числе за пределами нашей страны, со всеми, кто готов на равноправной основе такие отношения поддерживать. Мы также столкнулись с проблемой интеграции трудовых мигрантов в российское общество. Наша страна не должна, конечно, превратиться в конгломерат национальных анклавов, в которых будут проживать люди, не знающие русский язык, историю и традиции народов России. Важно подумать о более тесном сотрудничестве нашем в этой области, в том числе и на площадке Межрелигиозного Совета России. Религиозные лидеры стороны призваны вносить вклад в укрепление единства российского общества, являя пример дружбы и согласия. Уверен, что накопленный нами и нашими предками опыт построения мира между религиями будет и далее служить благополучию и процветанию нашего общества. Но вот и в завершении своего выступления я бы хотел подчеркнуть, что Русская Православная Церковь, как одна из основательниц Межрелигиозного Совета России, будет и далее трудиться на благо дружбы и братского общения представителей традиционных религий. В нашем деле и в нашем общем деле, я думаю, мы все объединяемся вокруг общего, в том числе и целеполагания, укрепления межрелигиозного, межнационального мира. И вот в этой работе в нашем лице вы, дорогие братья, всегда найдете единомышленников и партнеров. Еще раз поздравляю вас с 25-летием Межрелигиозного Совета России и предлагаю после выступления уважаемых участников сегодняшней встречи рассмотреть, ну и принять некое общее и согласованное со всеми заявление, где бы мы могли выразить нашу солидарную позицию и по наиболее важным вопросам религиозной и общественной жизни России. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok